5 секунд 5 секунд у нас этот youtube-канал же сейчас этот на таком тракторе я возил арбузы арбузы возил отец мой бахчевод был арбузы и на таком тракторе это называется владимирец правильно но у меня было без кузова это сделали они не у меня был вообще есть модификации вообще такой маленький трактор но очень сильный я цеплял настоящую телегу это мтзовский 80 и он его тащит пониженный пошел но иногда я правда у меня и скорогасителя не был поджигал степь приходилось еду еду смотрю сзади горит что-то ну так начинает я быстро выбегал сушил я опять а потом мы с отцом что-то придумали такую сделали из каргасина а так вообще трактор очень очень и кстати этому тракту уже сколько лет 60 90 вот все но лет 30 30 копеечка да я думаю никуда мы не поедем бак протёрся думаю попробую зависеть солярка вытекла короче стоит я еще а я еще возил этот арбузы в арбузы развезу там по точкам все раздам а потом грузила такой бочка 5-кубовый и насос и качалок брызгал поливал это универсальная машина вообще удобная экономно неприхотливый у него продажи есть капитален этот дедушка продавал я забрал у нас работу вот этих тракторов выполняет верблюда 2 верблюда самое что хорошо верблюд можно в любое место подогнать любое конечно когда особенно выручает верблюда когда снегу много не идут а трактор уже не заведешь и по первых трактор надо греть сюда-сюда там аккумулятор с аккумулятор а этот верблюд зацепил и пошел на вот такая вот мы находимся в станице раздорская поэтому здесь нам часто во дворе мы ночевали как у себя дома накормили нас до отвала сейчас мы делаем наше колесо на нашем знаменитом nissan x-tail японская праворукая все наши подписчики 70 тысяч подписчику знает эту машину уже давно поэтому нет переживая за эту машину она наша работяга выпускаете переживай такой же владимир здание а сварную кто вас молодец я знаю как активы раньше в советское время как бы хороший сварщик он так не варил он старался насрать ну чтобы ну чтобы быстрее люди другие приезжали я подходил к одному я не буду говорить фамилии сварщика почему ты так срешь если я хорошо заварю он она не сломая месяц кататься а мне нужно дельно премиальная работа я должен ходить и заработать сейчас сейчас поэтому приходится так четко это да ты как маслом сейчас замазал сверху чуть-чуть как бы начал срать здесь он насрал это шлак не сбитый здорово ты вася варишь самодельный там цепи внизу цепи хорошо под чистую забирает кстати вот это газы это фигуле все эти бугорочки есть в интернете что в этом что-то своего добавили да ребята все там делает через дон рвались на на чеченскую нефть и бакинскую нефть вот это не рвались если вот на кавказ да на кавказ за нефтью ну чтобы захватить нефть потому что танки все вот это мотор моторизованные немецкие войска без топлива как вот этот трактор не залей топлива он не пойдет кусок железа также и тот же танк немецкий тигр он жрет надавил гашетку там 30 литров сразу улетел поэтому солярка нужна была и вот этот стратегический момент когда вещь их задержали благодаря вот то что вот этим нашим бойцам кто здесь задержал немцу и благодаря дороге кизля растрак они которые строили нашей бабушки дедушки которые дети даже на верблюдах возили эти шпалы сталинградская битва была переломлены когда оттуда уже возили нашим ксм по той дороге кизля растах не возили туда через ту по волге возили наши снабжали и зима же была суровая помните да а летом 42 год это 43 году взяли халмыцкой народу выселили по каким-то моментам что ростовчане как бы пожаловали что здесь халмыцкой войска как бы отступили передались ну такие моменты сейчас каждый из наставчанин знает историю встречает нас хорошо вчера был такой теплый прием наших садников некоторые из них есть потомки тех воинов которые приехали сейчас на лошади проделали 460 километров заезжали во всех утра каждом хуторе встречали хлебную солью естественно и ростовчане к нам постоянно приезжают даже на наших вербежи остров много ростовчан приезжают ростовскую область но я общаемся и это пытается на верблюдах общаться дружить нужно да это войны ни к чему не нужны рассказывали мне что они девчонками были бабы там дом был на краю ребята шату даже повозли поэтому снег лёд стоит красное пятно красное пятно только трупа будет ужасно весна говорит туда вообще не зайдешь не пройдешь один на одном слоями лежать вообще дом красный лошади животные с людьми и все по дому воюем украине с этой заразой на украине на наших то что не было недавно захватили же танк отсюда наши ребята все там танк захватили наш угнали угнали танк у них забрали и вместе с командиром на Украине на Украине ему на Украине поезжай на Хорбалл шоколад нет солярки нет А где солярка ну залить надо давай привезем верблюжий остров выручила вулканизация это бывший гараж да Метафе Холхозный город Приезжайте, вулканизируйте Боковые порезы Легко шьют Но гарантий нет Паску доставлю на день А мне жилет будет? Да, да, конечно А то я вам в этом ерунде У меня один ремень тут килограмм Для нашего канала хочу сказать Вот этот мальчик В нем чечет халмыцкая кровь Не знаю в каком проценте Сколько процентов у тебя крови? Судя говорят по глазам Его говорят узкоглазые, а у меня еще уже У него процентов 5 Ну, ростовчане Об этом мы не договаривались Лодка дырявая оказалась Как стенька разин В каком-то году Я не понял Или утопить Донскую казачку утопить В Дон реке Кстати, на Волге Стенька разин утопил уже Какую-то концепцию Придется здесь так Уважаемые друзья Я никогда не думал В Саганамане такого амбарного ключа Это 21 века Да, 21 века А вон, пойди сними Там вот есть это В 70-х Вон он, вон Там вот такой вот Старинный замок Где? Кемченко Вадим Вот Представляю Станицу Раздорскую Вот Живу в Батайске Сам родом в Сибири Едем по казачьим местам Вокруг острова Остров Поречный И когда-то здесь Просто так Да сейчас же подожди Эээ Не надо переворачивать Переворачивать Да, вот так потихонечку, езжай Чили не гонить едем вокруг острова вот петр первый когда-то да какая разница пускай все едем по рыбачим по петровским местам вокруг острова посмотрите на лево это станица справа это остров какой воздух какое место и все остальное бугры станица очень древняя первая казачья столица старочеркас был после упамятных летописей назначен казачьей столицы но до этого была первая казачья столица станица раздорска можно сказать это казачество здесь продолжала после зарождения свое продолжение и процветания вот станица разрастается расширяется люди приезжают отдыхать на рыбалку вот с калмыкии приехали мы подписчики наши знакомые будем дружить калмыкии привет будете смотреть и листа и все остальные прилегающие калмыкии села поселки деревни вот казаки там простые жители поднимайте родство свое дружите процветайте ведут на острове исторические раскопки вот расследоваю великую отечественную войну кто здесь был когда был находят промывают все находки в дону и определяют людей тут на острове очень много окопов вот блиндажей и все остальное также здесь воевал ваш калмыцкий полк 110 вот я думаю что тоже есть люди и держали оборону здесь от немецких фашистских захватчиков так что слава героям и вашим калмыцким воинам вот которые за россию за ссср воевали то есть помним историю помним наших предков почитаем их хвалаем и дай бог им памяти так что слава отечеству слова родине и продолжаем дружить и будем всю жизнь дружить и будем своих детей и внуков напутствовать на это на нашу дружбу совместную вот еще у нас наши ребята воины воюют за свободу чтобы американцы нас не захватили наши ребята воюют на украине ребята передаю вам привет мы за вас богу молимся и не только мы и вот ребята приехали к нам солисты вот мы вас поддерживаем я думаю что у вас бог хранит где правда там и сила как говорил брат 2 с кино хотя это кино но это правда сила в правде и в россии нашей дружбе совместной проезжаем татьянин яр здесь после войны жила бабушка таня в честь нее и назвали яр вот она зажигала фонарики чтобы баржи ходили то есть были деревянные бакина вот она их на лодочке плавала и зажигала тоже перспективно рыболовное место вот обратите внимание еще у нас тут бобры живут копают норы и деревья валят на черное море город сочи с нашей ростовской области я точно не буду говорить с нашей станицы или не станицы но песочек вот такой посмотрите вот сюда на пляж город сочи привезли мы можем гордиться что в городе сочи наш ростовский песок завезли и вы в городе сочи отдыхаете греетесь на нашем песочке если не верите обратите внимание и сопоставки скажите рискана привезли вот они бобры бобры да вот они бобры бобры сколько нарыли у нас коллеги говорят кто такой зажиточный на них говорят баба байора судя по лодке лодка бобры да а вот руслан работают на вот этой бате ну да это частная база раньше были а сколько стоит на мой я не знаю это часто это все часто у нас куда приятно ко мне к нему не вопрос заранее позвонил я приезжаю и всего петро и давай здесь чуть-чуть остановимся всем россиянам которые но россиянам которые вообще вот мы рядом же 360 километров но я впервые вот так вот на лодке едем а вообще здесь красота приезжайте сюда здесь отдыхайте оставляйте свои особенно с севера на россияне приезжайте не идти в сочи приезжайте суда правильно правильно или они сильно не нужны да пускай приезжают отдыхать лишь бы культурно себя вели за собой убирали и все вот и оставляйте свои лавы здесь да 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 продвижение всего регионы регионы обезжиривать вам понравится не переживайте но не забывайте заехать прежде чем ехать сюда произойдет раздорская станет заехать на верближу остров республика калмыкия то есть по местам боевой славы на 610 мы сегодня здесь вот скажи если бы не ветеран не ветеранов вообще сейчас проезжаем место называется петровская гавань вот петр первый суда заводил корабли и ходил поход на ногайцев на турков и на всех кто здесь посягал на донские на донские степи и все на донские просторы так что тут я думаю что и совместно казачки из калмыкии тоже были белые тоже казаки не обязательно только были там русские хохлы татары и той все казак это ну пограничник национальности как бы не существует казак он есть казак вот вот здесь на данном месте это петровская гавань когда здесь разливаю на дону здесь заходит на рыба на нерест рыба вот и сюда заходит сазан сома сетор и все остальное вот очень прекрасные места и перспективные петр первый сам лично петр первый сам лично тут даже вот все заросло потому что разлива в нету деревьями все заросло здесь говорят что и сенька разин корабль закопал золотом до сих пор ищет никто найти не может так что если кому-то интересно покопаться найти петровские залежи и сеньки разина пожалуйста гости просим ищите и на здоровье снимался фильм вот на вот этом берегу циан буду лайда это тоже здесь если вы можете разгадать когда разлив был он тележку помогал клавдии толкать теперь можно ехать спасибо а вот у вас не поймешь кто на ком едет садись подвезу может догоним спасибо а то чё зря грязь месить вот это именно это место вот час бадма показывает нам кузня была вот чуть-чуть выше его нам красная крыша видится вот здесь кузня была вот здесь буду лайда и воде катера стоят вот это место вот это именно место вот здесь где показывают лошадей купали это вот на вот этом пляже купали лошадей именно вот и кусочек острова в обратную сторону бадма покажи это было вот именно здесь именно вот этот фильм снимали здесь до клара лучков михаил волонтер царство небесное артистом это все красиво и так что посмотрите на эти места и своим подписчикам сделайте много-много лайков потому что они вас проводят по местам до знаменитого фильма потому что буду лай тоже ветеран великой отечественной войны и калинин писатель так что давайте поддержим наш канал и вот так сделаем подписаться это была экскурсия вокруг острова поречный вокруг великой отечественной войны ветеранов царство им небесное всем благодаря мы сегодня живем и как бы дружим вот ребята помните своих предков хочу одно пожелать и уважайте своих родителей самое главное и цените семейное качество я хочу сказать вот это был небольшая толика вот небольшая а вообще надо самим приехать сюда и посмотреть да да вот это все ощутить и действительно когда вот ты говорил что снимался здесь фильм про цыгана нашего бадула из всемирно известно анатолий калинин написал такие и очень места и приезжайте станицу раздорская отдыхайте любим уважаем гости всегда пожалуйста а мы к вам до калмыки да на остров верблюжий да